Безопасность полетов и перевозок остается приоритетной задачей авиакомпании «Алроса». Однако не все воздушные суда можно отремонтировать своими силами в Мирном. Плановый ремонт вертолетов по истечению определенного налета часов проводится на заводе под Санкт-Петербургом. Как готовят вертолет к перевозке и какой самолет может справиться с ролью летающего ангара, узнала Тамара Бессмертная. Вертолет, с которого сняли лопасти, теряет внешнее обаяние и становится беззащитным, словно без крыла стрекоза. Но только так его можно погрузить в Ил-76 для дальнейшей транспортировки на место планового ремонта, то есть в Санкт-Петербург. Такой метод значительно экономичнее, чем передвижение своим ходом. Раньше мы отправляли воздушные суда своим ходом, но в связи с оптимизацией уменьшения затратной части, самолет все равно летит в том направлении, для того, чтобы сохранить ресурс, использовать его по прямому назначению. Мы долетываем здесь до полной выработки ресурса и дальше его отправляем воздушным путем. По истечении определенных часов налета все машины подлежат капремонту. Иногда грузовик Ил-76 перевозит сразу два вертолета. Снятые лопасти размещают здесь же. Возникает вопрос, а как сами летчики относятся к необычному грузу? Первоначально это было интересно и сложно и почетно. Сегодня это уже для нас обыденно. Я же говорю, мы каждый год как минимум одну-две отправки делаем такие на заводы. Вообще в парке у нас 18 Ми-8, 4 Ми-171 и 2 вертолета Ми-8 МТВ. Получается 24 вертолета. Плюс один большой вертолет Ми-26. Как правило, другие авиакомпании отправляют вертолеты наземным путем или он летит сам. Но у «Алроса» есть уникальная возможность попутных доставок, поэтому ею пользуются. Поглощение одним воздушным судном другого длится час. Дальше пять часов перелета и «Здравствуй, Питер!». К весне вертолет вернется. Придет своим ходом. Почти как новый. Продолжение следует...